Всем привет! Это Кристина, я автор канала Кристина Лале о планировании книгах и личной эффективности и сегодня я хотела бы поговорить о том, как жить медленно. Мы все время куда-то бежим, на работу, в спортзал, на встречи с друзьями, на собеседование или ланч с партнерами. Мы постоянно делаем несколько вещей сразу, сидим в очереди и разговариваем по телефону, работаем и параллельно слушаем подкаст, смотрим фильм и копаемся в смартфоне. Наши гаджеты открывают для нас кроличью нору, в которой есть бесконечное количество возможностей. Вот только наше время не бесконечно. И в погоне за чужими мечтами, красиво обставленными в фото инстаграм, в погоне за успехом и званием быть самым богатым, самым успешным, самым лучшим, мы не замечаем, как наша жизнь проходит мимо. Мы разучили смотреть по сторонам, замечать красоту вокруг. Жизнь – это не то, что происходит в социальных сетях. Жизнь – это то, что происходит с вами прямо сейчас. То, что вокруг вас. Оторвитесь от экрана на мгновение и оглянитесь по сторонам. Где вы сейчас? Что на вас надето? Какая погода за окном? Какие книги лежат рядом? О чем вы думали последние пять минут? Социальными сетями мы закрылись от самих себя. Заглушили свой внутренний голос подкастами, музыкой, тонной информации, новостями. И у нас нет совсем времени побыть с собой наедине. Но если вы уделите всего пять минут в день на то, чтобы прислушаться к себе, вы удивитесь тому, сколько скрыто вас потенциала и возможностей. Так давайте попробуем жить немного медленней. Жить медленно – это значит чуть замедлить шаг, увидеть красоту вокруг себя. Убрать наушники из ушей, послушать пение птиц, шелест травы, звук транспорта. Жить медленно – значит дышать глубже. Просто выйдите на прогулку и глубоко вдохните, а потом выдохните и сделайте так пять-семь раз. Почувствуйте, что вы имеете возможность дышать, улавливать запах выпечки, крепкого кофе, пожухлой листвы, свежих книг. Жить медленно – это значит делать только одно дело за раз. Читать книгу, смотреть фильм, слушать музыку, работать без гаджетов, в ресторане или кафе убрать телефон и разговаривать со своими друзьями. Жить медленно – это значит планировать, не нестись на бешеной скорости от одной встречи к другой, забивая свое расписание так, что вечером вы забываете даже свое имя. Это означает выбирать. Это означает от чего-то осознанно отказаться. А этого не случится, если мы не начнем планировать свое время, если не будем слушать себя и чувствовать, что нам действительно нужно в этой жизни. А что – лишь шелуха. Жить медленно – это не значит быть позади всех. Возможно, вы окажетесь успешнее человека, который целый день носится, как муравей без отдыха, просто потому, что он стремится ухватить все и сразу, что в нашей жизни просто невозможно. Жить медленно – это значит принимать жизнь такой, какая она есть, и ценить каждое мгновение. Дышите глубоко. Пишите дневники. Гуляйте медленно. Проводите больше времени с друзьями. Читайте, рисуйте, любите, смотрите вокруг. И вы поймете, что вы уже живете той жизнью, о которой так сильно мечтали. Ребята, я очень надеюсь, что это видео погрузило вас в приятную атмосферу, и вы хотя бы на мгновение приостановили гонку своих мыслей. Мне очень нравится Санкт-Петербург. Это город, в котором я прожила 11 прекрасных лет, и я очень хочу, чтобы вместе с этим текстом вы прочувствовали красоту этого романтичного и чуть грустного города. Всем счастливо и хорошего вам дня. Медленной жизни. Пока-пока.